Глазированные творожные сырки в домашних условиях На прилавках магазинов сейчас большое изобилие таких сырков, но порой состав их не внушает доверия, поэтому для своих близких лучше приготовить самим, тем более что готовятся они очень просто и довольно быстро. Итак, берем 400 граммов творога, подойдет и магазинный и домашний, но важное условие, он не должен быть слишком влажным или сухим. Добавляем 3 ложки сахарной пудры, 40 грамм размягченного сливочного масла, масло можно заменить жирными сливками или сметаной. И 2 ложки кокосовой стружки. Все эти ингредиенты взбиваем блендером или миксером. И наша творожная масса готова. Далее нам понадобится плитка шоколада, у меня обычный черный. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке, короткими импульсами. Каждый раз хорошо размешивая. И затем добавить 15 миллилитров подсолнечного масла. Смазываем силиконовые формочки для кексов растопленным шоколадом и отправляем в морозильную камеру на 10 минут для застывания. Музыка. 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 Продолжение следует... Когда застынет, нанести еще слой шоколада, предварительно растопив его, чтобы не было пробелов. И опять в морозильную камеру на 5 минут. Продолжение следует... Достаем формочки и заполняем их творожной массой. Также можно добавить в сырки джем, ягоды, вареную сгущенку и любую другую начинку, которая вам нравится. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Разравниваем творожную массу и сверху покрываем растопленным шоколадом. У меня будет молочный шоколад с кокосовой стружкой. Его тоже нужно растопить и добавить 15 мл подсолнечного масла. Размешиваем и покрываем сверху толстым слоем наши сырки. Субтитры создавал DimaTorzok Когда все сырки покрели шоколадом, отправляем их в морозильную камеру минимум на 2 часа. Спустя время аккуратно извлекаем сырки из формочек. Так как формочки у нас силиконовые, достать их будет не сложно. Субтитры создавал DimaTorzok Такие сырки можно хранить в морозильной камере 2 месяца. А перед употреблением достать и хранить просто в холодильнике. Времени и сил мы потратили минимум, а на выходе получили вкусный и полезный домашний продукт. Желаю всем приятного аппетита и отличного настроения!